Первые прототипы микроволновки появились в СССР еще в 1941 году, но война на десятилетие отсрочила серийный выпуск этих приборов. Лишь в 1978 году началось производство микроволновых печей. Электроника СП-18. Широкого распространения они не получили, так как, во-первых, собирались очень маленькими партиями, а во-вторых, стоили порядка 350 рублей, при средней зарплате около 200 рублей. В 1957 году радиоинженер Леонид Куприянов создал первый радиотелефон. Изначально прибор весил около 3 килограммов, но Куприянов работал над его усовершенствованием и добился уменьшения объема. Экран и телефон не имел, а номер набирался с помощью миниатюрного дискового механизма. Работа над созданием ЭВМ также началась в СССР, в 40-е годы прошлого века. Использовалось такое оборудование в НИИ, в ВУЗах, на производстве. Персональные компьютеры для дома советские люди получили лишь в 80-х. Игровую консоль электроника, от которой были безумая дети и подростки начала 90-х, начали выпускать в 1984 году. За основу были взяты разработки японского концерна Nintendo. Так, в оригинале яйца в корзин ловит не ВОК, а Микки Маус. В начале 70-х в СССР началось производство плееров, которые могли воспроизводить музыку с компактных кассет. Широкого распространения до начала 90-х плеера не получили. Так как стоили очень дорого, 130 рублей. В 1988 году на том же концерне электроника, что подарил детям ВОК с корзиной, начали выпускать микрокомпьютер электроника МК-90. Прообраз современных планшетов. Правда экран у прибора был не сенсорный, так что ввод данных выполнялся с помощью миниатюрной клавиатуры. Технические характеристики микрокомпьютер имел весьма скромные, оперативная память в 16 килобитах и долговременную память в 32 килобита, зато стоил 3500 рублей. Понятно, что встречались эти устройства нечасто. Первый ноутбук электроника МС-1504, увидел свет в 1991 году. Он имел 16-битный процессор, с частотой 4,7-х, 7,1 МГц, оперативку в 640 килобайт, цветовая палитра предусматривала 4 оттенка серого. Весело устройство 3,5 килограмма. Ставь лайк под видео. Делай репост. Подписывайся на канал Хоффман.